Здравствуйте, меня зовут Абдуллаев Айшат, и сегодня я расскажу про локализацию функций в коре головного мозга, функциональную асимметрию головного мозга, топикодиагностическое значение, симптомы раздражения и выпадения при поражениях лобной доли. Локализация функций в коре головного мозга. Двигательная зона коры представлена передней центральной извилинной и расположенными вблизи нее участками лобной области. Лобная область выполняет сложные двигательные функции, которые обеспечивают трудовую деятельность, речь, а также приспособительные реакции организма. Чувствительная зона представлена в основном задней центральной извилинной клетки этой зоны, воспринимают импульсы от тактильных болевых рецепторов, температуры рецепторов кожи, в верхних участках этой зоны рецепторы кожи нервных конечностей, средние с рецепторами туловища и рук, и также нижние с рецепторами кожи головы и лица. Слуховая зона, она локализируется в височных долях коры головного мозга. При поражении этой зоны может возникнуть музыкальная и совместная глухота, когда человек слышит, но не понимает значения слов. Двустороннее поражение приводит к полной плохоте. Вкусовая зона, нижняя доля центральной извилины. Поражение приводит к потере или к искажению вкусовых ощущений. Зрительная зона, затылочная доля коры головного мозга обоих полушарий. При поражении этой зоны нарушается зрительная память, ориентация в непривычной обстановке, и развивается полная корковая слепота. Обонятельная зона, располагается в передней части грушевидной коры, грушевидной доли коры головного мозга. Поражение приводит к понижению или к потере обоняния. В зоне речи, в лобной области левого полушария у праворуких, располагается моторный центр речи. Его еще называют центром прока. При его повреждении речь затруднена или невозможна. Функциональная асимметрия головного мозга. Асимметрия мозга, также латеральность, это теория доминирования использования одной стороны парных органов, основанная на различии функций правого и левого полушария головного мозга. Функциональная асимметрия головного мозга – это специализация полушария на конкретной функции или части функции. Например, память латерализована таким образом, что левое полушарие отвечает за вербальную память, а правое – за невербальную. Три основных свойства, которыми обладает функциональная асимметрия полушарий. Доминирование одного полушария, то есть активация зон одного полушария во время какого-либо типа деятельности. Это устойчивая характеристика, особенно в отношении речевых и моторных функций. Переключаемость – подразумевается смена активации полушария при изменениях состояния организма, то есть может быть болезнь, стресс и так далее. Пластичность – когнитивные способности, обусловленные асимметрией, могут изменяться во время обучения или под воздействием других различных факторов. Симптомы раздражения и выпадения при поражениях лобной доли. Лобная доля отделяется от теменной центральной бороздой, от височной и латериальной бороздой. На наружности и поверхности доли различают вертикальную и три горизонтальные извилины. Центральные параличи и порезы возникают при локализации очагов в предцентральной извилине. Локализация очага на наружной поверхности – порез верхней конечности, мимическая мускулатура и языка медиальной поверхности. Порез стопы. При поражении заднего отдела средней лобной извилины – порезы взора в противоположную сторону. Экстрапирамидные нарушения. Это может быть гипокинез, снижение длительной инициативы, аспонтанность, то есть ограничение мотивации к произвольным действиям. Хватательные феномены – это непроизвольно-автоматическое схватывание предметов, приложенных к ладони. Рефлексы орального автоматизма – это хоботковый, ладонно-подбородочный, носогубный. Симптом сопротивления. При пассивных движениях возникает непроизвольное напряжение мышц антагонистов. Симптом смыкания век. Непроизвольное напряжение круговой мышцы глаза со смыканием век при попытке следующего пассивно поднять верхнее веко больного. Лобная апроксия. Характерно незавершенность действия. Отсутствует критика своих поступков. Там плоским шуткам. Это называется мория. Адверсивные припадки. Внезапный судорожный поворот головы, глаз и всего тела в положенную патологическую, патологическую отчагу стороны. Приступы лобного автоматизма, то есть это сложные пароксизмальные психические нарушения, расстройства поведения, при которых безотчетно автоматически совершают координированные движения, которые могут быть опасными, то есть поджоги, убийства и так далее. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.